всем привет дорогие друзья с вами крекер 881 и в сегодняшнем видео речь пойдет про премиум технику это ягдтигр 88 ягдтигр 88 это точно такой же ягдтигр который мы встретим на девятом уровне отличается он тем что его не балансе по десяткам это важно это большое преимущество но это обусловлено еще и тем что у нас стоит орудие 88 сантиметров которые не способны эффективно бороться на десятом уровне и поэтому попросту никого пробивать не будем вот именно поэтому есть такая льгота у нас стоит еще также отметить что это pt имеет точно такие же характеристики как и на девятом уровне то есть это корпус королевского тигра рубка бронирована спереди на 250 миллиметров что дает нам большое преимущество и мы можем выбирать те направления которые выбирают тяжелые танки потому что у нас хоть там не какая-то сверх имбовая но достаточно хорошая броня имеется впереди здесь я вот встретил своего коллегу пытаюсь его напугать фугасами не знаю насколько хорошо мне это получилось но я не хочу использовать голду я буду стрелять либо бронебойными либо фугасами потому что использование голды ну я считаю что разница не такая уж и большая в пробитии мы здесь прекрасно можем справляться и бронебойными снарядами тем более для меня также важно показать это как хорошо этот танк способен фармить как хорошо он способен пробивать как хорошо на нем играть исключительно на бронебойных снарядах почему именно бронебойный но тут есть наверное очень такая важная причина потому что для много другой премиумной техники снаряды стоят обычные бронебойные не говорю сейчас про голдовую они стоят примерно 1000 1000 серебра а у ягд тигра снаряды стоят всего лишь 252 серебряные единицы которые у нас есть в игре и о чем это говорит это говорит о том что мы можем стрелять как из пулемета не щадя свои снаряды мы не уйдем даже если будем промахиваться то есть тут переживать нечего мы будем всегда оставаться в плюсе даже если мы расстреляем весь свой бк бк у нас кстати на 68 снарядов ну орудие конечно знакомая для многих но я все равно скажу что урон составляет 240 единиц бронепробитие у нас 203 миллиметра это базовый снаряд и 237 миллиметров это подкалиберный снаряд урон в минуту 2666 единиц теперь сведение это очень важно сведение всего лишь 2 секунды достаточно комфортное сведение и разброс всего лишь 0.31 то есть мы можем на большой дистанции выцеливать ну чуть ли не каждый пиксель на вражеском танке и просто иногда снаряд летит прямо точно в цель даже иногда я бы сказал часто поэтому конечно потешить на этой потешке очень удобно это вот прям вот для тех кто любит точность но правда урон маленький но зато ты всегда попадаешь нежели там если ты будешь стрелять на пол тысячи но снаряд неизвестно попадет или не попадет при полном сведении да еще и в упор прочность нашего танка 1300 единиц корпус нас бронирован 250 миллиметров это лобовая деталь ну то есть это лоб его ну за исключением нлд нижняя лобовая деталь нас бронированным так себе в общем пробивает нас туда все об этом даже говорить не стоит а все остальное у нас 80 миллиметров это я говорю про порта и корму масса нашего танка почти 70 тонн мощность двигателя 700 лошадиных сил удельная мощность 10 с половиной лошадиных максимальная скорость 38 километров в час но 38 километров в час он набирает только если скатываться с горки так он там на каких-то там даже на прямом отрезке пути он просто не разгоняется до такой скорости это я не знаю почему так базовый обзор нас 390 метров дальность связи 710 метров но это есть кому интересно в этом бою я вообще не рассчитывал что у меня получится что-то более-менее такое обменяемое на стрелять потому что я растерял все свои очки прочности уже на середине но хорошо что попались на середине боя но хорошо что попались хорошие союзники которые давали и под свет и сами там не боялись ехали вперед в общем с такими союзниками было приятно поиграть и попадались бы не вот в каждом бою тут вот почему-то я не знаю ну наверное это оправданно что ли я хотел зарядить фугас но почему-то подумал что и управлюсь бронебойными не хотел тратить временное переключение на фугас потому что вдруг уборщ скрылся и бы я там как-то может быть не успел бы выстрелить и еще что-то вот поэтому я оставил как и было задумано изначально бронебойные снаряды и стреляю только бронебойными тут как вы видите маркер желтый это значит я либо пробью либо не пробью и вот тут я надеюсь на удачу что может быть а вдруг залетит но конечно никуда он там не залетает снаряды отскакивают да и противник мансуют постоянно поэтому что-то там его выцелить и сделать какой-то точный выстрел не совсем получается но это точное орудие и поэтому что у меня было орудие какое-то похуже я бы возможно вообще бы даже не попадал по нему а так хотя бы есть попадание мы видим что мы проигрываем по очкам прочности поэтому тут я уже смирился с поражением но как я уже говорил наши союзники молодцы а у нас самый лучший союзник для нас это ошибка врага вот что сейчас делает першинг першинг просто отдается мне отдается за бесплатно я не знаю почему вот он решил так разворачиваться он бы лучше отъезжал как-то передом за камень или я не знаю или боком как-то ну в общем совершает массу ошибок но и тут плюс мне еще везет то что я не промахнулся мог бы попасть вообще в камень тут я замечаю я к тигру но замечаю я его здесь немножко поздно могу выстрелить раньше ну забегая немного вперед скажу что больше я здесь не сделаю никаких полезных выстрелов по моему даже вообще нет я здесь вообще не выстрелю больше вот у меня остался единственный бронебойный снаряд вот так вот он мне тут так и останется больше я не выстрелю тут я хотел поехать на захват базы но немножко поздно я спохватился да хотя это было уже не обязательно но в общем отыграв несколько десятков боев на этой пт-шки я могу с уверенностью сказать что если нас балансит в девятом уровне десятка мы не попадаем а вот девятка мы попадаем ну достаточно часто то просто важно выбрать направление куда вы поедете не нужно ехать прямо вот туда где будут все тяжелые там или там пт-шки там девятого старайтесь ехать к своим одноклассникам либо тем кто помладше потому что если вы поедете на этой пт-шки к танкам которые девятого уровня ваша броня не будет решать вообще ничего у вас будут пробивать все ваши орудия не позволят адекватно отвечать на агрессию которую проявит вам противник потому что вы либо не пробьете а если пробьете то нанесете крохотный урон важно выбирать правильное направление туда где ваша броня будет что-то решать и туда где ваше орудие сможет пробивать вот лично я всегда старался придерживаться этой тактики если вам понравилось видео ставьте лайк и подпишитесь на мой канал мне будет это приятно всем спасибо за просмотр удачи пока